После рождения своего первого помета собака Алина начала вести себя скрытно по отношению к своим родителям-людям. Когда её владелец заглянул ей под живот, он обнаружил шокирующую причину её поведения. Но он не знал, что однажды это странное событие спасёт ему жизнь. Василиан и Ольга в течение нескольких месяцев с нетерпением ждали, когда их любимый щенок Алина произведёт на свет свой первый выводок. Судя по признакам, они вот-вот должны были стать бабушкой и дедушкой. Поэтому, когда немецкая овчарка начала таскать одеяло и подушки по всему дому, чтобы соорудить уютное гнездышко в сарае, они сразу же приготовились к захватывающей ночи, у немецкой овчарки начались схватки, и после пары часов ожидания она, наконец, перестала скулить. Василиан и Ольга осмелились приоткрыть дверь сарая на несколько дюймов, и даже издалека смогли насчитать семь идеальных щенков. Их отцом была ещё одна чистокровная немецкая овчарка, и всё они выглядели великолепно. Точка Алина была гордой и заботливой матерью и большую часть времени проводила в сарае. Когда она выходила подышать свежим воздухом, то ненадолго уходила в лес за домом, но всегда возвращалась вовремя, чтобы покормить своих щенков. Её сильные материнские инстинкты заставляли её быть немного защитницей, и она не подпускала посторонних к своим малышам, даже тех, кто собирался их усыновить. Только Ольге и Василию разрешалось прикасаться к её трём сыновьям, и четырём дочерям точка пожилая пара очень гордилась Алиной. У неё по-прежнему был очень приятный характер, хотя было очевидно, что материнство внесло некоторые изменения. Раньше она всегда была весёлой и ласковой, но теперь стала тихой и сдержанной, почти скрытной. Она то и дело выскальзывала из сарая в самое неподходящее время дня, чтобы побегать в лесу, и в целом вела себя немного странно. Василий был уверен, что Алина что-то от него скрывает, но никак не мог понять, что именно точка однажды, когда она прилегла вздремнуть со своими щенками, он прокрался в сарай. Под её животом была спрятана странная выпуклость, но когда он пересчитал щенков, то обнаружил, что все семеро свернулись калачиком вокруг неё. Так что же она прятала под своим телом? Когда он перевернул её, Василий был в шоке. Среди семи щенков был ещё один малыш, который выглядел совсем по-другому. У него была коричневатая шерсть, и он был намного крупнее своих братьев и сестёр. Он действительно был восьмым среди братьев и сестёр, но он не был немецкой овчаркой. Он был маленьким медвежонком, точка Василий не знал, что думать или делать, но когда он попытался вытащить медведя из-под живота Алины, она оттолкнула его руки лапами. Было ясно, что она не хотела расставаться с ним, хотя он и не был её биологическим сыном. Потрясённый и в то же время странно удивлённый, Василий решил оставить её на некоторое время на воспитании медвежонку. Поскольку имена остальным щенкам дали их будущие хозяева, он сам выбрал ему имя и назвал Мишей точка Алина, должно быть, нашла своего приёмного сына в лесу, мама-медведица не пришла за ним, что означало, что он, вероятно, осиротел или был брошен. К счастью, материнские инстинкты Елены заставили её отнести его домой, кормить и лелеять. Новость о медвежонке быстро распространилась, и многие посетители пришли понаблюдать за этими уникальными отношениями. И точка Алина учила всех своих щенков ориентироваться в природе и жизни, не делая различий между своими кровными родственниками и приёмным сыном. Когда она отправлялась в лес, все они следовали за ней на близком расстоянии, и Миша явно выделялся среди своих братьев и сестёр. Хотя Василий и Ольга с самого начала знали, что не оставят у себя ни одного из щенков, это всё равно было эмоциональное прощание, поскольку малышей забирали одного за другим после двенадцатинедельного срока, в конце концов, остались только Алина и Миша. Каждый день они вдвоём исчезали в лесу на несколько часов. Василий никогда не мог в полной мере наблюдать за происходящим, так как у Алины был острый слух, и она всегда обнаруживала его присутствие задолго до того, как он их видел. Было ясно, что ей нужно немного побыть наедине с Мишей, вероятно, потому что она учила маленького медвежонка выживать в дикой природе. Точка однажды Алина пришла домой на рассвете, но маленького Миши нигде не было видно. Мать немецкой овчарки поняла, что пришло время расстаться со своим приёмным сыном, так как теперь в нем не было ничего маленького. Он перерос свою мать по росту и был готов сам о себе позаботиться. И всё же несколько дней Алина была немного грустной. Она лежала с хмурым видом на крыльце, время от времени ходила по двору, но в лес вообще не ходила. Матери пришлось отступить и позволить Мише расправить крылья и полететь, как это делают все матери со своими детьми, точка, ещё через год у Алины появился ещё один выводок щенков. Василий и Ольга решили, что это будет её последний выводок и что одного из малышей они оставят себе. В честь медвежонка они назвали своего щенка Мишей, точка, приближалась зима, и пара несколько раз в неделю отправлялась в лес за дикими ягодами и грибами. Алина и её пёс Миша никогда не терялись в догадках, забредали на небольшие боковые тропинки, но всегда возвращались к своим хозяевам, как только все сумки и корзины были заполнены. Пара возвращалась домой, точка, но однажды, возвращаясь домой, они вышли на поляну и перепугались до смерти. В нескольких шагах от них стояла бурая медведица со своим медвежонком. Василий и Ольга застыли на месте, понимая, что находятся в очень опасной ситуации. Василий также знал, что Алина будет защищать их ценой своей жизни, но он не хотел ставить её в такое сложное положение. К сожалению, было вполне вероятно, что эти два человека и их собаки погибнут в схватке, точка, медведица-мать угрожающе зарычала, вынудив Алину занять позицию между зверем и её семьёй. Её оскаленные зубы свидетельствовали о том, что она будет сражаться не на жизнь, а на смерть. Василий знал одно — нельзя убегать, и старался держаться как можно тише. Может быть, если никто из них не сделает резкого движения, медведь просто уйдёт. Ольга молча помолилась о том, чтобы в этот день никто не пострадал. Но для того, чтобы её желание сбылось, им определённо нужно чудо, и, к счастью, произошло чудо. Краем глаза они заметили, что к месту происшествия приблизился ещё один бурый медведь. Это был самец, причём крупный. Василий и Ольга сразу поняли, что живыми с этой поляны им не уйти. Даже Алина задрожала от страха. Медведь-самец поднялся на задние лапы и издал страшный рык, от которого всё они съежились точка, но затем произошло нечто совершенно неожиданное. Медведица и её детёныш развернулись и быстро исчезли в чаще леса, не удостоив их больше ни единым взглядом. Ольга и Василий подумали, что она просто позволяет медведю откусить первый кусочек. Но затем зверь припал к земле, что выглядело как знак покорности. Затем Алина громко залаяла и побежала в направлении медведя точка, однако вместо того, чтобы быть растёрзанными и убитыми, произошло странное воссоединение. Медведь и собака выглядели так, словно обнимались. Только тогда Василий и Ольга поняли, что медведь должно быть Миша. Он не представлял угрозы для Алины, но они всё ещё не были уверены, что они, как люди, в безопасности. Супруги поняли, что пора выбираться из леса и возвращаться в безопасное место, к себе домой. Когда они быстрыми шагами зашагали прочь, Алина и Мишин-медведь последовали за ними. Каким-то чудом Мишин-медведь тоже вспомнил своих человеческих бабушку и дедушку. На опушке леса состоялось эмоциональное прощание Алины с её приёмным сыном-медведем. Василий и Ольга стояли поодаль, их глаза были полны слёз. Они знали, что стали свидетелями события, которые случаются раз в жизни, точка, если бы они когда-нибудь рассказали свою историю, то, вероятно, были бы встречены с большим скептицизмом и недоверием. Однако никто не смог бы отнять у этой пары ни капли таинственности и трепета, которые она испытала в тот день, точка, какой шокирующий финал. Вы бы даже подумали о том, чтобы вырастить медвежонка, пусть даже ненадолго. Как бы вы объяснили такую уникальную связь между животными разных видов? Расскажите нам в комментариях ниже. Спасибо, что посмотрели, и до встречи в следующий раз.